Меня Кирилл зовут. А что с тобой случилось, Кирилл? Я курнул чуть-чуть вообще. На этих кадрах ребёнок находится под действием наркотического вещества, так называемого спайс. Психологи бьют тревогу. За большим количеством суицидов скрывается наркотическое опьянение, под действием которого дети просто путают, где дверь, а где окно. Огромный сплеск среди молодёжи – это курение курительной смеси. Спайс – это очень актуальная проблема сегодня. И хотелось бы обратить внимание родителей, которые выходят на балкон, чтобы поглядывали, есть ли там пипетки, потому что среди молодёжи так и называют они друг друга пипеточниками. Спайс – это очень серьёзный наркотик. Это хуже, чем героин. Психолог Елена Волошина совместно с медико-социальной службой, инспекторами по делам несовершеннолетних в школах края проводят уроки, на которых рассказывают о наркотике. Показывают видеоролики, на которых такие же школьники попали под влияние опасных веществ. Недавно мне пришлось в точкоечной больнице столкнуться с человеком, который в состоянии употребления курительной смеси. Получил ожоги под высоким напряжением, повредил спиной мозг. Когда я спросил у родителей, у отца, который был в постели этого больного, что страшнее – наркомания или когда человек прикованный к постели, парализованный. Вот отец однозначно сказал – страшнее наркомания. «Спайс» – один из брендов синтетических курильных смесей, поставляемых в продажу в виде травы с нанесенным химическим веществом. Обладает психоактивным действием, аналогичным действием марихуаны, только с более тяжелыми последствиями, такими как поражение головного мозга, а не менее конечностей. Где сейчас можно купить «Спайс» – написано буквально на заборах. За употребление наркотического вещества у нас законодательством предусмотрена ответственность, это административная для начала, которая наступает с 16 лет, а также предусмотрена уголовная ответственность за приобретение, хранение и распространение наркотических веществ, это статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она наступает с 14 лет. Новые наркотические вещества появляются со скоростью мысли. Только в этом году их зафиксировано больше 10. «Спайс» уже прочно вошел в молодежную тусовку. Многие ученики этой школы встречали людей, которые курили «Спайс». Первый раз я познакомился с курительными смесями, то есть с человеком, который употреблял. Это было на вечеринке на одной, то есть по празднику. Там были люди, которые принесли свойственные наркотические вещества. Естественно, хозяин дома об этом не знал. Поэтому он очень бурно отреагировал на это. Он выгнал всех. В общем, большинство отрицательно сразу на это отреагировало. Алчность производителей и глупость потребителей – это две главные проблемы, считают организаторы. Стоит ли пробовать смертельную травку, когда вся жизнь впереди? Ольга Адаменко, Егор Фомин, Панорама.